Евгения Александровна, что такое, на ваш взгляд, феномен вообще экзистенциальной фотографии? Ну, надо сказать, что когда вы меня пригласили в жюри, я очень долго думала. Мы читали, мы смотрели, но потом так получилось, что жизнь сама, во-первых, подсказала, что, в принципе, художественная фотография всегда состоит из минимум трёх больших частей. Это свет, это время, что очень важно по данному вопросу, и внутреннее состояние автора. То есть, в отличие от документальной фотографии, художественная фотография не может существовать без личности фотографа. Поэтому для меня экзистенциальная фотография стала практически не синонимом творческой фотографии, но очень похожей, потому что хорошая художественная творческая фотография действительно в первую очередь передаёт зрителю состояние и некий посыл автора, а не только суровую документалистику. Хотя с точки зрения ловли мгновений, да, фотография состоит из света, из времени, и она состоит только в этот момент времени. Да, то есть, есть такое клише, что фотография – это консервированное время, консервированный момент. Поэтому мне показалось, что как раз, наверное, художественная фотография – это наиболее экзистенциальный вид искусства. Ваш конкурс с его темой оказался фантастически актуальным, потому что в 2020 году очень многие люди переживали очень большие смятения, кризисы, в том числе и которые принято относить к экзистенциальным переживаниям. Поэтому нам было тем более интересно осматривать, во-первых, присланные работы, и, во-вторых, итоговую коллекцию. То есть это действительно переживание и состояние большого количества очень талантливых авторов. Было очень интересно, тем более, что часть авторов мы знаем как фотокудожников, и было тем более интересно посмотреть, как они для себя раскрыли эту тему, какие работы они прислали, что именно для них оказалось в их творчестве наиболее близко к их прочувствованию термина «экзистенция». Поэтому мне показалось, что действительно это очень сильная выставка, это очень сильная коллекция, очень интересная. И опять же, то, что она случилась именно в 2020 году, мне кажется, что это вариант, когда мироздание все сложило в один момент и в одном месте. Хорошо, такой вопрос. Что касается самого формата выставки, как вы отнеслись к тому, что каждая фотография, несмотря на авторскую идею и авторский замысел, была сопровождена философскими высказываниями? Ну, мне кажется, что это замечательно, потому что, во-первых, надо сказать, что в современном мире фотография сама по себе существует, существует, но существует сейчас достаточно сильно развитое направление медиаискусства, когда фотография становится частью некого концепта, в который входит еще и текст. Поэтому я понимаю, что эти высказывания могут позволить зрителям посмотреть на эту фотографию и еще немножко с другой стороны, которая как бы поднаправляет немножко текст. И это интереснее, потому что тема вообще экзистенции, я понимаю, что для простых зрителей, наверное, требует некой расшифровки. А здесь, соответственно, они смотрят на фотографию, они читают текст, и они задумываются, соответственно, и ищутся что-то для себя, да, и для какой-то символизм, какие-то решения именно визуальные того высказывания, которое идет в фотографии. А есть какая-то работа из представленных, которая, возможно, вас больше всего впечатлила и о которой вы могли бы поделиться своими? Ну, вот надо сказать, что мне очень нравится работа Марии Соколовой, это «Биражи». Она у нас, если не ошибаюсь, стала призером первого. Первого или второго? Первого. Первого, да. Ну, у нас, да, гран-при, она в порядке первой степени. Да, первое место. Вот, я эту работу видела до этого, но уже при первом знакомстве мне как раз в этой работе абсолютно заворожило, кроме цветового решения, именно вот этот двойной диалог. То есть там девушка, на ее фоне размытые фигуры, девушка при этом смотрит в глаза зрителя. И у нее такое состояние, что она смотрит в глаза зрителя и внутрь себя. То есть такой вот очень действительно хочется попытаться представить, что она при этом думает. и вот этот мир, который летит мимо. И все это очень гармонично сочетается. То есть вот этот вот изящный женский образ, перед которым пролетает мир, и который при этом смотрит о чем-то и об этом. Для меня это было такое вот, то есть, ну, я закрываю глаза, я ее помню просто. Вот это вот. Давайте пролетаем.